Всем привет, от канала Let's Code, меня зовут Андрей. Продолжаем писать наше приложение с Сарафан. И сегодня мы с вами запилим UOF-авторизацию в нашем приложении. Авторизацию я буду использовать гугловую, вы можете использовать любую другую. Чтобы у вас было больше одного примера, я скину вам ссылочку на вот эту статью, где рассказывается про то, как прикрутить UOF-авторизацию Facebook в свое приложение. И здесь, в принципе, очень хорошо, все подробненько, пошагово описывается. Хватит болтать, приступаем. Первым делом нам нужно добавить зависимости. Ссылочку на этот гист я приложу в описании к видео. Копируем две зависимости и вставляем в нашем проекте в Gradle файл. Здесь у нас все спринговые вещи. Пока Gradle загружает все зависимости, кратко объясню, что мы здесь подставляем. Во-первых, мы подключаем Security, точно так же, как мы это делали в нашем проекте Sweater. Ссылочка на плейлист с этим проектом появилась сейчас наверху. Также будет описание к видео. И еще дополнительная вещь. Мы с вами уже немножко подросли и используем не просто Spring Boot, но Spring Security как отдельный проект. И здесь мы подключаем ту его часть, которая как раз отвечает за off-авторизацию. Все по-взрослому, все серьезно. Прежде чем продолжать, нам еще нужно кое-какие проперти. Добавить наш проект, освобождаем здесь место. И идем опять же по ссылочке в гист, который я приложу нашему видео. Здесь никакого rocket science не используется, хотя много всего написано. Все эти данные я брал из разных примеров. И здесь они также присутствуют в статье, которую я обещал приложить. Копируем из гиста, вставляем. Я себе здесь сервер-порт изменил, потому что у меня сейчас на порту 8080 уже болтается одно приложение, и тормозить мне его не хочется. Здесь куча всяких пропертий у нас используется. Если вам очень интересно, вы можете погуглить документацию спринговую и хорошенечко ее рассмотреть. Я вам объясню только основные вещи, которые касаются непосредственно нашего взаимодействия с сервером. Помимо путей и настроек, мы здесь еще указываем скоуп. Это те вещи, которые мы будем запрашивать у Google после авторизации. Это профиль пользователя, его email и OpenID. Здесь можете посмотреть в угловую документацию, расписано, какие еще можно получать поля. Там достаточно обширный список, вы можете выбрать любые. Только ущите, что при авторизации пользователь увидит, какие данные вы запрашиваете у Google. Здесь мы указываем, что авторизация у нас будет происходить через форму. И здесь у нас специальные два поля оставлены самыми первыми. Это секретные ключи, которые мы получим у Google при регистрации нашего приложения. Этим сейчас мы и займемся. Возвращаемся в браузер и переходим. Ссылочка на эту страничку будет приложена в описании к видео. Здесь у меня уже проект создан. Вы же когда зайдете, Google будет с вас запрашивать создание нового приложения. Нажимаете создать. Кнопочка возможно будет наверху, либо здесь. И создаете проект. Давайте я создам также новый вместе с вами. Сарафан. Демо. Без организации. Загрузите вот такой экран с обильным количеством информации. И идете вниз. Почему-то начало работы у нас находится внизу. И находитесь здесь. Включить API и создать ключи. Переходим в этот пункт. И здесь сбоку находим ключик. Нажимаем учетные данные. Провалимся на страничку, где настраиваются учетные данные. И делаем создать учетные данные. Выбираем идентификатор клиента UAUF. С нас требует указать название продукта. Это мы шутяем. Выбираем почту. Название продукта. Ну пускай будет. Сарафан. Эп. Веб. Эп. Необязательные поля мы пропускаем. И сохранить. Теперь убираем веб-приложение. Сарафан. Веб. Необязательные поля опять пропускаем. И здесь нам показывают ключи, которые мы как раз ожидаем. Копируем и вставляем сразу. Мои ключи использовать не пробуйте даже. Они уже будут невалидны на момент выхода видео. Создавайте свои. Нажимаем ОК. Заходим в приложение опять. И нам здесь нужно указать, из каких источников мы ожидаем визитеров. Пишем HTTP. Потому что мы сейчас пока что локально. Никакого HTTPS у нас здесь нет. Local host. И обязательно здесь нужно указать порт. Я буду грузиться с 9000 порта. В принципе можно указывать несколько адресов. Давайте я про запас еще 88 все-таки забью. Порт. Их верстка плохая. И здесь нам нужно указать URL и перенаправление. По-моему Spring по умолчанию бросает перенаправление на URL логин. Что, а что тебе надо? А, ну да, я здесь ошибку допустил. Local host у меня. Вот так нормально. Local host не ругается. Сохраняем. И вуаля. То есть у нас все готово. Со стороны Google пули вылетело. Теперь нам нужно эту пулю на стороне нашего приложения поймать. Что нам потребуется? В первую очередь нам нужно создать юзера. Это у нас будет обязательно entity. Вот это поворот. Table нужен. Помним, что большинство баз данных у нас не любят, когда зарезервированные слова используются в качестве полей или имен таблиц. Поэтому мы делаем опять узор. И начинаем создавать поля. ID. Приватный. Тринговый. И называться будет ID. Никакого generated value мы не указываем, потому что ID-шники нам будут приходить с Google. И приходить они будут в формате стринга. Далее нам нужно указать поля, которые мы будем ожидать от Google. Я знаю, какие поля будут приходить, поэтому я могу указать. Приватный. String. Name. Опять приватный. String. Я сказал String. EtherPig. Приватный. E-mail. И еще приватный. У нас будет гендер. На самом деле его бы по-хорошему в инам переделать, но пока что мы не будем заморачиваться. Нас строит и стринговый. Тем более, что вариантов пола у Google аж 4. Еще одно поле приватное. Стринговое у нас будет. Locale. Не то, что сильно бы хотелось, но я знаю, что оно будет приходить, почему бы его не заиспользовать. И еще одно приватное поле, которое мы будем заполнять сами. Это будет LocalDateTime. И мы его назовем LastVisit. Куда мы будем писать дату последнего визита пользователя. Стилизовать мы этот класс пока не планируем, поэтому Getter изгенерируем с помощью аннотации DataLumbach. Следующим этапом подготовительным нам нужно создать репозиторий для пользователя. Делаем интерфейс и назовем его UserDetailsRepo. Обязательно добавим это в Git. Расширим этим GPO-репозиторий, который у нас будет обслуживать пользователя с ID-шником типа String. И здесь нам пока никаких полей больше не надо. Теперь нам нужно настроить конфигурацию Spring Application нашего секурного. Создаем Package и называем его Config. Создаем в нем класс WebSecurityConfig. WebSecurityConfig. Сразу указываем в Spring'у, что это у нас конфигурация. И расширяем WebSecurityConfigureAdapter. Вот этот. Нажимаем Alt-Insert и оверайдим метод конфигур с HTTP security аргументом. Здесь пишем HTTP, AutoSRequests, VCMatchers. Сейчас поставим на рутовый. Пусть у нас разрешает на рута ходить без авторизации. О чем мы сообщим ему PermitAll. Это нам позволит заходить на нашу Application даже не авторизованным людям и получать какие-то данные. AnyRequestAuthenticated. И отключим CSRFToken. Так мы подготовили наше приложение в плане безопасности. И теперь нам необходимо добавить сохранение нашего пользователя, авторизованного, в нашу базу данных. Чтобы можно было с ним связывать любые объекты. Например, сообщение. Для этого нам нужно создать фабричный метод, который будет создавать BIM с немудреным названием. PrincipleExtractor. Назовем метод так же. PrincipleExtractor. И на вход у нас как раз должен принимать UserDetailsRepennage. Пишем Return. И по Ctrl-пробелу идея нам предлагает создать здесь лямбду. Замечательно. Нас это вполне устраивает. И здесь от нас ожидают, что мы будем возвращать пользователя. Давайте просто будем возвращать заглушку в виде нового пользователя. Не забываем точки с запятой. Мы все-таки в Java. И сразу здесь поставим breakpoint, чтобы можно было посмотреть, что же у нас приходит в мэпе. Я знаю, но мы с вами, наверное, пройдем этот путь вместе. Запускаем наше приложение в режиме отладки. Приложение стартануло. И пробуем авторизоваться. Видим, что у нас тут 403 ошибка выскочила. Что значит, что нам надо бы авторизоваться. Интерфейс мы будем с вами в следующем видео мучить. Поэтому здесь мы просто переходим. Ух ты ж, блин. А, ну да. Мы с вами кое-что забыли. Конфигурация недоконфигурированная. Во-первых, нам нужна здесь аннотация Enable Web Security. И еще одна очень нужная и очень важная аннотация, которая есть здесь в документации. Enable OAuth to SSO. Перезапускаем наше приложение после добавления этих аннотаций. И будем наслаждаться результатом уже в полный рост. Приложение стартануло. Смотрим, что у нас тут вышло. Ребутаемся. И видим, что у нас тут Sign In. Предлагается Google Away. Идет redirect на страничку. Авторизуемся. И видим, что все подвисло. А это значит, что у нас breakpoint отработал. Давайте же посмотрим, что нам предлагает Google. А он нам предлагает много всего интересного. Нам отсюда нужен Sub Name. Как видим, здесь Give Name, Family Name. У нас вместе складываются в простой name. Хотите разделять, пожалуйста. Я вам мешать не буду. Ссылочка на UserPeak. E-mail пользователя. Ну и информация типа Locale. А gender мне не указан, поэтому здесь его и нет. E-mail verified. Окей, запоминаем все эти поля, которые нам нужны. И здесь заполняем нашего пользователя. На самом деле, нам бы неплохо было бы пользователя сначала в базе данных найти. Поэтому делаем GetSub. Как мы помним, это поле у нас содержит ID. Совершенно верно. Уложим его в переменную ID. Только тип надо поменять. Тут нифига у нас не Object. У нас тут String полноценный. Так, у нас здесь прилетает UserDetailsRepo. Неспроста. Ох, неспроста. Делаем FindOne. И сюда вставляем наш ID. Optional нам надо обработать. Or else. И здесь у нас должен быть не or else, а or else get. О, здесь лямбда. Что он красный так являет? Кустануть надо. О, устанули по-человечьей. И здесь мы, получается, возвращаем нового пользователя. Как раз, если у нас его нету. Сразу его в переменную засунем. User. Не, пусть это будет не User. Так, этого же пользователя мы здесь и будем возвращать, если у нас, соответственно, пользователя нету. Давайте-ка его заполним. User, по порядку. SetID. Вот тебе ID. User. SetName. Делаем MapGetName. User. SetEmail. MapGetEmail. Ээээ. Точно, может, все кастовать надо. Окей. Кастуем. Опять. User. SetGender. MapGetGender. Set. Что у нас сегодня не заполнено? Локаль давай заполним. MapGetLocal. NewUser. Set. UserPick. MapGetPicture. Только через i. Так, заполнили. Что ему не нравится? Что не так? Так, здесь нам нужен User. Мы все это складываем. Что не устраивает-то? Да, у нас здесь, наверное, нет. Не тот. FindBuyID здесь нужен. Вот кто. Вот теперь все. Пазл сошелся. Мы получили пользователя. То есть мы сначала пользователя по ID-шнику ищем в базе данных. И если не находим, отрабатывает Optional. И мы создаем нового пользователя. После всех этих операций нам необходимо у пользователя установить LastVisit. LocalDateTimeNow вставим. Ну и, конечно же, теперь нам нужны UserDetailsRepo. Save. New. Нет, не New User. Просто User. Таким образом, мы ищем пользователя в базе данных, если не находим. То есть полученных креденшалов мы создаем нового пользователя. Возвращаем его. Устанавливаем его время последнего визита. И сохраняем его. Ну и, соответственно, здесь неплохо было бы его уже вернуть. Делаем Return. Убираем Breakpoint. Удаляем две строчки. И перезапускаем приложение. Дабы посмотреть, что у нас получается. Так, приложение перезапустилось. Бежим и смотрим, что у нас там вышло. Обновить. Оп. И у нас все вернулось. Пойдем, сходим, посмотрим, как у нас записался пользователь. Судо-минус-евм. Пост. Гресс. Пскуль. Идем в Сарафан. И видим, что у нас пользователь, под которым я логинился, успешно записан в базу данных. Лист визит буквально вот только что. Гендер не установлен, потому что он не пустой. Name, Locale, EtherPic, ID, E-mail, все поля у нас успешно записались. Вот такая она простая реализация авторизации через OAV сервер Google. Для GitHub, Facebook, ВКонтакта или прочих она не сильно сложнее. Насколько я помню, только у Twitter свои особенности, потому что он использует первую версию протокола OAV. Тут мы притормозим. Прикручивание авторизации в интерфейсе мы будем делать в следующем видео. Вместе с изображением профиля и прочими радостями. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, делитесь видео со своими друзьями или в социальных сетях. Приходите общаться в нашей группе ВКонтакте, ссылочка в описании. Обязательно пишите в комментарии, чью авторизацию будете использовать вы в своем приложении. Всем спасибо, всем пока. Не, я думаю, реально припечет у народа, когда они посмотрят. Типа, ну, авторизовались, а что дальше делать? Ну, такой-то я злой. Че, кого, как лето проходит, народ? Пишите в комментах. Я вот видосики пишу. Вот такое лето.